Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на ближайшие пять лет утвердили в правительстве. На его реализацию направят более 460 миллиардов тенге. В планах оснастить все регионы новейшим оборудованием для современного лучевого лечения на уровне мировых стандартов, а также обеспечить доступ к необходимым лекарственным препаратам. Кроме того, предусматриваются передвижные медицинские комплексы, активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. Акцент будет сделан на переход со стационарного лечения на более современные формы амбулаторного ухода. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей будут возмещаться транспортные расходы для получения курсов химиотерапии. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев до 10%. Охват пациентов лучевым лечением достигнет 53%. Беларусь и Китай подписали межпарламентское соглашение. Документ предусматривает создание комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодателями. Соглашение отражает перспективные направления и формы взаимодействия, совместные подходы по основным вопросам глобальной повестки дня. Подтверждается неизменность позиций о взаимном уважении и поддержке выбранного пути развития внутренней и внешней политики, готовность оказывать помощь на международной арене по защите суверенитета, независимости и территориальной целостности двух стран. Китай для Беларуси – близкий друг и стратегический партнер во всех сферах, экономической, политической, культурной и образовательной. С дипломатическим отношением Минска и Пекина более 30 лет. В этом году главы государств приняли решение о переходе взаимодействия на уровень всевыгодного и всестороннего стратегического партнерства. В Кыргызстане хотят вывести из тени рынок арендного жилья. Бишкек издают тысячи квартир, но владельцы не торопятся сделать легальным свои доходы. Налоговая служба начала проводить рейды. Эти мероприятия длится уже месяц. За это время в столице удалось выявить около полторы тысячи владельцев недвижимости, которые сдавали ее в аренду без разрешительных документов. По закону, хозяин жилья в случае сдачи его в аренду должен приобрести патент и оплачивать страховые взносы. Общая сумма зависит от площади помещения. Например, чтобы сдавать в аренду типовую советскую двушку, необходимо будет заплатить в казну около трех тысяч суммов. Это около 15 тысяч тенге. Часто двери квартиросъемщики не открывают, но от санкций это не спасает. Злостым зарушителям грозит штраф. По закону, это 7,5 тысяч суммов для физических лиц и 23 тысячи для юридических. Налоговики призывают граждан не ждать проверки, а самим прийти и оформить все необходимые документы. Информацию о наличии квартирантов берем у председателей домовых комитетов. Иногда жители сами жалуются на то, что соседи шумно себя ведут или разводят антисанитарию дома или на придомовой территории. Приезжаем совместно с санэпидемстанцией, милицией, налоговой. Разбираемся, решаем проблемы. Есть те, кто незаконно сдают квартиры на длительный срок, другие на сутки или за почасовую оплату. Даже если двери не открывают, всю информацию отправляем в налоговую. Они там уже разбираются. В столице Колумбии проходит международная выставка цветов. На ней представили свыше 300 тысяч уникальных сортов. Страна является крупнейшим в мире производителем экспортеров цветов. Их выращиванием занимается более 400 фермерских хозяйств. А общая площадь возделуемых земель превышает 10 тысяч гектаров. На сегодня в этой сфере трудоустроили более 200 тысяч человек. Отметим, в прошлом году сектор реализовал продукцию на сумму свыше 2 миллиардов долларов. У Дональда Трампа выдалась непростая неделя. Пока он защищает свою бизнес-империю, в суде его исключили из списка 400 самых богатых американцев по версии Forbes. Число состояния Трампа сократилось на 19% или на 600 миллионов долларов и составляет сейчас примерно 2,5 миллиарда долларов. Ему не хватило 300 миллионов, чтобы снова оказаться в заветном списке. Снижение произошло из-за того, что потеряли в цене как его социальная сеть True Social, так и его официальные издания. Соста 한 процентов aproximadamente 6 миллиардов доллар. Продолжение следует... Что касается, Удавая ваша цена,аша, каких-то, основная сетьRM, Полiqu negóчweet подтверждение, пщее выhait competitors и вы minded�ам, которое вpriч tastes like свободное, которая просто Cultural Арtime, Продолжение следует...